Здравствуйте! Вы смотрите новости первого карагандинского в студии работы Динары Сартаева. Сегодня в выпуске вы увидите. Шесть человек погибли и один получил различные травмы в результате ДТП. 46-летний бездомный украл у своей сожительницы 42 с лишним тысячи долларов. Экс-чиновника, совершившего ДТП со смертельным исходом, лишили водительских прав на 4 года. Шесть человек погибли и один получил различные травмы в результате ДТП, которое произошло сегодня утром в Майкудуке. 24-летний водитель БМВ, безработный житель Жанаркинского района, двигаясь со стороны микрорайона Голубые пруды в направлении Майкудука, выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с прицепом КАМАЗа. Таким образом, водитель легковушки пытался сократить путь на развилке близ кафе Акация. Чтобы автомобиль не запечатлели камеры видеонаблюдения, парень выключил фары. В этот момент на дороге разворачивался КАМАЗ. Отметим, что БМВ находили сразу семь человек. Пятеро из них, в том числе и водитель, погибли на месте. Еще двое – мужчина и женщина – госпитализированы в областной медицинский центр. Сейчас его состояние стабильное, оценивается как ближе к средней степени тяжести. У него черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, перелом черепа, плюс вывих плеча. Больной сознание, единственное, он не помнит обстоятельства травмы, что случилось. С его словом, он был на заднем сидении, спал в момент травмы. Что произошло? Женщину госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии. Позже стало известно, что она скончалась. Находились ли они в алкогольном опьянении, покажет экспертиза. Между тем, подробности о ДТП выясняет полиция. Вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по статье 296, части 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Проводится расследование. Ирина Камышова, Асхата Бедулов, 1-й Карагандинский. 46-летний бездомный украл у своей сожительницы 42 с лишним тысяч долларов. Вора задержали карагандинские полицейские. Еще в августе в отдел полиции обратилась 64-летняя пенсионерка, которая заявила о том, что ее обворовал молодой сожитель. Как оказалось, мужчина не имел собственного места жительства. Пока ее не было дома, он взял все ее сбережения, ключи и документы на квартиру и сбежал. Лишь накануне преступника задержали. У него были изъяты и вещественные доказательства, украденные деньги. Правда, от 42 600 долларов осталось всего лишь 300. Сейчас вор находится в изоляторе временного содержания. Проводится расследование. Карагандинцам следует запастись питьевой водой. Караганды-СУ уведомляет об отключении холодного водоснабжения в некоторых районах города 25 октября. Услугодатель будет устанавливать редукционный клапан на водопроводных сетях, после чего 26 октября будет производиться дезинфекция, потому воду пить в этот день не рекомендуется. Суточный запас воды нужно обеспечить жителям части центра города Юго-Востока. Экс-чиновника, совершившего ДТП со смертельным исходом, лишили водительских прав на 4 года. Об этом сообщили сегодня в областном суде. Здесь также рассказали о деле регрессников, которые судятся в Арселор-Миттл-Тимиртау. Подробнее расскажет Алина Акбаева. Ерлан Утешев не сядет за руль еще 4 года. Суд вынес решение лишить бывшего руководителя управления энергетики и ЖКХ водительских прав. Напомним, в феврале Утешев совершил ДТП в алкогольном опьянении. Тогда погибла женщина, однако стороны примирились. Постановлением суда от 16 октября 2013 года Утешев признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотрено статьей 467 части 3 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях и подвергнут административному взысканию в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на 4 года. Постановление суда не вступило в законную силу. Еще одним резонансным делом стала акция протеста инвалидов-регрессников. Арселор Митл Тимиртау. Как известно, около 300 возмущенных шостеров устроили митинг, чтобы потребовать от компании выплаты пособий за утраченное здоровье. Около 30 регрессников подали в суд на бывшего работодателя. В период со 2-3 октября по 17 октября поступали от шахтеров-регрессников, потерпевших, которые причиняют предыдущие здоровье. Мы сейчас их в стадии рассматривания. Они прошли процедуру подготовки дел судебного разбирательства. Теперь назначены судебные заседания, приняты мере к надлежащему извещению сторон. Стоит отметить, что суды Карагандинской области занимают первое место в республике как по количеству поступивших гражданских дел и исковых заявлений, так и по количеству вынесенных решений. Кроме того, в областном суде проводится конкурс на занятия вакантных должностей судей, местных и других органов. Алина Акбаева, Габиден Куржбеков, Асхат Абидулов, Первый Карагандинский. Оставайтесь на канале, впереди будет все самое интересное. Субтитры подогнал «Симон» Наслаждайтесь вкусом настоящего кенийского чая «Долина Нанди». «Долина Нанди» – прекрасный выбор за вами. Найти светлый и красивый бутик – не проблема. Найти просторный офис для бизнеса – не вопрос. Найти большой и надежный склад – нет проблем. Все это здесь, в новом торговом доме «Тумар». Мы предлагаем мясные продукты, рыбу, овощи, фрукты, канцелярские товары, посуду, моющие средства, сувениры и многое другое. И еще у нас большая удобная парковка, домашняя кухня, где можно быстро и недорого перекусить. Торговый дом «Тумар» – это ваш талисман удачи. Мы находимся по адресу улица Молокова, 108. Добро пожаловать во французскую столовую «Биен-Веню». Сюда можно пригласить коллег для делового разговора или просто пообедать. Здесь можно устроить детские праздники или романтическое свидание. Банкеты и корпоративы до 50 человек. А главное, «Биен-Веню» – это отличный выбор для тех, кто стремится провести свою свадьбу в непринужденной обстановке в кругу близких людей. Французская столовая «Биен-Веню». Атмосфера Парижа в центре города. Проспект Нуркена, Абдирова, 9. Телефон 9090-09. 50 уголовных дел по уклонению от выплаты долгов возбудили органы внутренних дел за последние 9 месяцев. Об этом стало известно в ходе совещания, специализированном межрегионном административном суде. За это время 89 должников судами подвержены аресту, в результате чего долги были погашены. Областной департамент по исполнению судебных актов провел совещание с судьями специализированного межрегионного административного суда. Главный вопрос неплановой встречи служителей Фемиды стало привлечение должников к административной ответственности. На собрании подводили итоги текущего года. В целом по области было привлечено к административной ответственности более 1000 должников. Правда, это малоэффективно. Погасив штрафные санкции в размере 5000 тенге, нерадивые неплательщики уходят от дальнейшей ответственности, вследствие чего правонарушения неоднократно повторяются. Потому судьи хотят ужесточить статью об неисполнении судебных актов. Он не заплатил, он в 42-3 месяца идет, не платит, и потом уже 524 составляет. Хотя фактически надо собирать, вот действительно у нее есть имущество, теннисию получает или еще что-то, и не платит. Вот это такие факты мы бы с удовольствием привлекали бы, если большая сумма. Обмен культурными программами между городами стало хорошей традицией. В Карагандинском областном историко-краеведческом музее открылась фотовыставка «Семей в потоке времени». Выставка посвящена 130-летию основания музея в городе Семей. Семей 19-20-х веков предстает перед посетителями Карагандинского историко-краеведческого музея. Всегда интересно увидеть, как живут наши соседи, сравнить мастерство фотографов. Представлены же работы маститых художников города Семей. Трейерова, Дубкова, Могилевцева, Белослюдова и Золотого фонда историко-краеведческого музея Семей. Сперва я была в Семее, но я не ожидала, что такой интересной будет выставка. Во-первых, нам показали рисунки, фотографии, где Семей находился в 19-18 веке. А с другой стороны, еще показали фотографии более современные, которые были в 21 веке. Мы можем уже анализировать. На снимках панорамные виды города, архитектура, памятники и, конечно, люди и события, связанные с историей города Семей. Интересны и современные фотографии Павлунина. Мы постарались показать, как началась история Семея во второй половине 19 века, как продолжалась. И сегодня чего достиг город Семей. Здесь не только исторические здания, площади, памятники, но и у людей, живущих в этом городе. На выставке представлены фотоаппараты разных лет, предшественники современных цифровых камер. Фотокор, СМЕНА, ФК, другие марки. Сергей Високосов, Марат Кулкенов, Первый, Карагандинский. В Караганде обсуждают новую доктрину народно-демократической партии Нур-Отан, созидая будущее. Причем в процессе осмысления поворотного момента в истории Казахстана принимают участие не только партийцы, но и общественность города. В Карагандинском государственном техническом университете прошла научно-практическая конференция, в которой участвовало более двух тысяч преподавателей и студентов. Научно-практическая конференция «Новая политическая доктрина партии Нур-Отан. Движущая силы стратегии Казахстан-2050» прошла в онлайн-режиме. В ней смогли принять участие не только собравшиеся в актовом зале Карагандинского государственного технического университета, но и студенты всех факультетов в учебных аудиториях. Я до сих пор нахожусь под впечатлением услышанного и увиденного. Это предстоит сегодня и вам. Я думаю, этот день запомнится вам. Прошедший 15-й съезд партии Нур-Отан имеет большое историческое значение, так как он состоялся во время знаковых, позитивных преобразований, происходящих в стране. Новая доктрина партии становится стержнем долгосрочной программы развития Казахстана до 2050 года. Нам нужно дойти до каждого жителей области и особенно представителей молодежи, которые сегодня у нас с вами знакомятся вместе в зале. И в этом случае казахстанские патриотезы встают действительно национальной идеей. Новая доктрина Нур-Отан – это первый концептуальный документ, определяющий базовые ценности, миссию партии в 21-м столетии и ее исторической ответственности. Особое место отводится молодежи, ведь сегодня строится будущее страны и строится оно именно для молодежи, ей продолжать и развивать начатое. Разумеется, мы это осознаем и будем оправдывать надежды, которые возлагаются на нас, что делаются условия именно для нас в дальнейшем, чтобы мы развивались и мы будем в этом участвовать. Осознание исторического момента приходит не сразу, но те позитивные изменения во всех сферах государственной и общественной деятельности позволяют уверенно смотреть в будущее. Сергей Высокозов, Марат Кулкенов, Первый, Карагандинский. Осень в Караганде уже давно вступила в свои права. С деревьев осыпаются листья, а у жителей нашего города меняется настроение. Наша съемочная группа узнавала у карагандинцев, какие песни ассоциируются у них с золотой порой. Ну вот наконец-то дождливый сентябрь, ну вот наконец-то дождливая осень, и повисли седыми сетями, и кончился месяц под номером 8. Несколько фраз. Осень в небе ждут корабли. Осенний поцелуй после жаркого лета. Ты, может быть, один так почувствовал это. И, может быть, один я почувствовал это. Желтые над городом кружатся, С тихим шорохом нам под ноги ложатся. Листья желтые над городом кружатся, С тихим шорохом нам под ноги ложатся. И от осени не спрятаться, не скрыться. Листья желтые, скажите, что вам снится. А теперь перейдем к новостям спорта. Кирилл Шумов стал бронзовым призером республиканских соревнований. В городе Рудном прошел 25-й открытый кубок по бодибилдингу, где собрались лучшие тяжелоатлеты страны. Подробности материали нашего корреспондента. Кирилл Шумов занимается спортом с раннего детства. Однажды у своего отца он нашел книгу про бодибилдинг, в которой были иллюстрации известных спортсменов. Листая книгу, смотря иллюстрации, я представлял себя на их месте. Эта книга стала для меня мотивацией пойти в зал. Бодибилдингом молодой спортсмен занимается на протяжении четырех лет. Кирилл признается, были трудности в плане питания и недостатка информации. Но при поддержке своих наставников он добился хороших результатов. Чтобы быть в отличной спортивной форме, Кирилл Шумов занимается в тренажерном зале каждый день. Благодаря этому он становится победителем на областных и республиканских соревнованиях. Недавно в Рудном прошли соревнования по бодибилдингу, где наш спортсмен получил сразу две награды. Кирилл выступал в классической номинации ростом свыше 180 сантиметров. По юниорам взял бронзу. Стал бронзовым призером чемпионата Казахстана. И также мне довелось выступить по мужикам в классическом бодибилдинге. Конкуренция там была огромная. Атлеты были в наилучшей подготовке, подготовленной форме. Ну и мне по мужикам удалось взять шестое место. Но я считаю, что это тоже неплохой результат. Николай Кровец, Жасулан Амандыков, Асхат Абедулов, Первый Карагандинский. Два молодых спортсмена из Карагандинского региона достойно представили нашу страну на международных соревнованиях. Сегодня в спорткомплексе Нургена Абдирова чествовали чемпионов мира по смешанным единоборствам и серебряного призера по самбо среди юношей. Об этом следующий сюжет. 19-20 октября в Санкт-Петербурге проходил первый чемпионат мира ММА. Наш земляк Шавхат Рахмонов по смешанным единоборствам выиграл мировое первенство весовой категории до 77 килограммов. Помимо Шавхата выступали еще пять казахстанцев, но добраться до медали никому не удалось. В итоге сборная Казахстана заняла второе место. «Я вышел на ринг, провел пять боев и все выиграл. Занял первое место. Первый бой был с голландцем, второй с чемпионом из Киргизии, а третий из Таджикистана». Спортсменность Миртау Никита Азаров стал серебряным призером на чемпионате мира по самбо. Соревнования проходили в Греции с 10 по 14 октября. В нем приняли участие борцы из 30 стран. «Это соревнования мирового уровня, и все соперники были высокого класса. Это очень тяжелая была работа. В спорте случайностей не бывает. Проиграл захват, не смог перестроиться вовремя. Многое влияет». Николай Кровец, Жасулан Амандыков, Асхат Айбидулов, Первый Карагандинский. Спонсор показа «Галакси Групп» – производитель продукции торговых марок «Алюгал», «Галвин», «Херкюль». Компания «Галакси Групп» вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы «Алюгал». «Алюгал» производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества, любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили «Алюгал» – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легка в сборке и проста в эксплуатации, ведь продукция фирмы «Алюгал» адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это «Алюгал». На этом наш выпуск подошел к концу. Смотрите новости 1-го Карагандинского и будьте в курсе всех событий. А я напоминаю номер телефона нашей редакции – 420649. Всего доброго. Саубогвозда. Субтитры подогнал «Симон»